Музыка 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 Ах Опана Мудыра Баля! Замаскировался, сучонок, а Неплохо Кто замаскировался? Ты? ты замаскировался где ты заметил здесь маскировку здесь по моему все очевидно понятно ясно бандера а что-то про бандеру знаешь я предельно ясно ты бандера а кто такой бандера я бандера что я знаю даже если там стример пускай увидят да и то что правильно то что наши ребята дошли правильно что они погибают что не остаются без рук без ног в принципе согласен с этим да дело в том что украинцы на территорию россии не нападали они вынуждены они вынуждены сражаются за свою землю как великой отечественной войне когда фашистская германия напала на советский союз советские граждане тоже сражались тоже погибают только разница была в том да что вы заберете заберем донецк за двадцать третий год 2023 закончился да какие большие победы и и так далее территории получила для себя рф до свидания ты услышал что все все вот так они общаются лозунгами то есть услышали по телевизору им сказали что отвечать не так отвечает еще нужно было сказать что обязательно поставь меня я хочу выслужиться чтобы увидели мое лицо чтобы знали что я поддерживаю в путина что наши мальчики до остаются без рук без ног но ничего и так далее ну недоразвитые мира сего что можно говорить друзья пойдем дальше привет они привет они как справа добрая к ваша справа как налево получил штат америка какой-то штат аризона перезону понятно короче далеко от не ты в нью-йорке у меня программа есть показано украинский есть но ты сам родился где в украине или израиле в украине понятно а ты калиев приехал в америку 30 лет назад а ты когда я два лет назад из украины из белоруссии понятно ну что там как там розоне там там тепло ну относительно тепло ну нормально у нас блин такой снег валит да я знаю я поэтому переехал в аризону мне нравится погода очень здесь но не погода нью-йорке не нравится а лазис много моего рода здесь белорусы в украине русские и наши типа понятно а почему ты уехал из белоруссии 20 23 у нас белоруссии были выборы и я выступил против лукашенко и не побоялся что меня растуя понятно не расставали а вы хотели много моих друзей расставали я просто я побоялся я не знаю я молодой чуваку я сторону молодой но садоваться скромно было понятно скажи мне ты сюда приехал получать как политический беженец по близко это будет полоток асайлум да но не знаю мерка классно но пород не скучается конечно включая слим а ты как даже прицелить мерки жжешь какой-то совет есть совет да да если смотря в какой теме советы хочешь советами на по работе и по жизни в чем тебе совет нужно после постарше тебя я вижу тебя опыта наверное я себя красивый дом смотрится просто как если на по месту бога из себя посоветовал бы я бы посоветовал эти учиться сразу вот из тебя есть возможность учиться даже если ты работаешь тебе нужно работать то есть работой но все равно лучше себе нужно получить специальность то специальность которая позволит тебе соединенных америки вести достойную жизнь я понимаю но вещь им про кого я правда думал но я не знаю за кого учиться я тебе скажу пять специальностей которые гарантируют тебе независимую жизнь хочешь потому что очень много раз люди учиться в соединенных штатах америки выбирают тебе не про одну не ту специальность они идут за тем что например вот мне приятно так мне хочется быть вот в этой специальности но при этом жизнь складывается так что они не могут вести именно достойную достойную жизнь так вот пять специальностей которые гарантируют тебе достойную жизнь первое это медицина второе это инженеры айтишники третье значит ты можешь пойти например я не знаю я знаю что достойно здесь зарабатывать кстати пилоты самолетов есть или то есть люди которые занимаются именно авиацией тоже хорошо зарабатывают здесь можешь можешь пойти например в полицию полицейским работать полицейские ведут в принципе довольно достойную жизнь третий счет уже не для меня у меня математика мне не получается математика мне что да мне не получается инженеры не могу быть полиция не могу быть потому что мне же много штрафы дали за скорость не скорость это штраф это ничего если ты эти штрафы у тебя все будет оплаченный то ничего главное чтобы тебе не было криминал из криминального рекорда если тебе нет криминал рекорд ты можешь в принципе идти в полы с акадами но видишь у меня дали криминальный скорость типа я ехал там лимит по 45 а я в 85 час ехал хорошо ты знаешь ты можешь взять школу это вот если тебя первый раз и такое сделал есть выйди прямо в google спеши и ты пройдешь специальные курсы ты платишь стоить тебе будет по деньгам примерно столько сколько ты получил тикет но у тебя не будут этих полу то есть вас приняли чтобы класс при мне же они сняли а ну все наркоте пишется как-то как паркинг текет вроде бы они пойти скинули но срона наркоте показывает и штрафы это штрафы а вот самое главное чтобы не было криминального рекорда и ты можешь пойти полицейскую академию и полиция здесь особенно вот скажем такие штаты как калифорния например в калифорнии люди хорошо зарабатывают полицейскими там это скажу что у нас нью-йорке у нас моменты не уважаем и менты нас не уважают а так как и тем более я избежал белорусской из-за полиции принципе я не знаю для меня как мой принцип мне не дозволит ведь минут он у меня есть товарищ один он уже вышел на пенсию полицейские он живет сейчас во флориде он из нью-йорка сам он был полицейским нью-йорк в нью-йорке он из одессы очень хороший парень и вот он тоже он когда приехал в соединенных штат америки он думал такими же категориями как и ты и он я бы никогда себя не представил но он такой крепкий парень он ходил заниматься в джим и вот там познакомился с ребятами из полиции они могут иди в полицию а вот как же я могу пойти я же вот такой был у меня были проблемы в украине с полицией я для меня полиция это как что-то такое что так вот мы одни а вот полиция это другое вот он стал полицейским он отработал 16 лет в полиции и потом стал детективом и вот сейчас на пенсии флориде даже флориде вообще вообще такой красивый штат красивый да красивый штат аризона тоже красивый штат поэтому вот есть специальности которые гарантируют тебе вот нормальную достойную жизнь если тебе трудно например вот действительно там там связано с математикой или инженером быть или врачом то тогда нужно идти на те специальности которые тоже тебе гарантирует что-то 10 лет учиться ну да это сложно во первых смотря где то есть например ты можешь пойти и вот как медбрат ну быть nurse ты знаешь да что это такое вот там меньше учиться нужно если ты например идешь и выбираешь себе специальность посмотреть зачем такие специальности номер один соединок америки вот самая первая специальность это айтишнике вот эти шнеки на количество запросов работы на час сложнее и ай стало на количество вопросов работы очень большой спрос а второе место это дантисты как бы не звучало парадоксально данте за занимает второе место по рынку на соединенных штатах америки мне такая работа грязная даже на работе палец порезал а кем ты работаешь я механик сейчас на машину работаю кто-то сейчас механик я на машины сейчас работаю я понял мало платить за час да поэтому тебе нужна специальность сити миша хорошо сити миша звонок из работ давай там добрый вечер до свидания до свидания да в нью-йорке сейчас особенно когда приезжают очень многие вот только-только переехали они естественно идут работать туда где они могут говорить на том языке которые не понимают и говорят там очень много людей которые скажем так русскоязычные им так проще но тем не менее или какое-то время это становится рутиной и очень сложно вырваться из из этого поэтому для того чтобы что-то изменять нужно делать какие-то риски предпринимать и от этих рисков уже строить и дальше свою жизнь и все равно нужно учиться для того чтобы что-то получать один штатах америки либо курсы брать какие-то или заканчивать университеты и так далее хотя есть вот специальности которые или курсы которые позволяют человеку достойно вести свою жизнь как-то так друзья я вам желаю как всегда добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока